Сводка Генштаба. Потери личного состава задействованных Россией ЧВК превысила 40%. Отдельные подразделения ЧВК, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелораненными и убитыми. Источник Генштаб ВСУ. Дословно. Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелораненными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести. Детали. За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадали инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков. Большие проходы, Белогорка, Костромка, Сухой пруд и Безымянная. На Волынском и Полесском направлениях обстановка бессущественных изменений. Относительно других направлений, на Северском направлении были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай, Черниговской области и Вольфины. На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки. На Славянском направлении обстрелами со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополе, Дмитровка и Довганька. На Краматорском направлении противник обстреливал районы Ситьяновки, Кривой Луки, Спирного, Веселого и Григоровки. На Бахмутовском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутская, Солидар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая долина, Майорск и Яковлевка. На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытная, Водяное, Тоненька и Первомайская. На Новопавловском направлении активным наступлением действий враг не проводил. Огневое влияние испытали районы Маринки, Красногоровки, Новомихайловки, Углядара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки. На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Нововдеевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Вильное поло и Шевченко. На Южном направлении противник стрелял ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг ввел разведку БПЛА, совершил 34 вылета. ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Ригоровка, Зайцева, Солидар, Бахмутская, Бахмут, Веселая долина и Опытная. Наша авиация нанесла 27 ударов и уничтожила склады боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местным скоплениям живой силы и техники. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА и 5 крылатых ракет типа Х-101. Как отмечается, нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточенной живой силы противник. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и поточные переправы, три состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня. Тем самым значительно снижены боевые и логистические способности врага. Продолжение следует...